Субтитры делал DimaTorzok Всем здравствуйте! С Новым Годом вас! Хочу вам проехаться по городу и показать некоторые нюансы, как выполняется работа в Камраде. Вот, например, улица Третьякова Лейна. Вот, смотрите, здесь яма, видите? Решетка, то есть дренажная. Об этой решетке было немало слов сказано примару нашему Сергею Ильичу, что если делаются работы какие-то, то есть дорожные, то надо их делать как положено, не оставлять колодцы наверху или внизу, чтобы машина их объезжала и создавала ситуацию аварийную. То есть для других машин. То есть это один из участков, который я вам сейчас показываю в Камраде. Я сейчас проедусь за Элпугом, потом заеду в другой район и покажу вам, то есть как работу выполнили, например, за Элпугом, где люди были недавно затоплены. Сейчас вам просто покажу, мы немножко проедемся, и по пути я буду вам рассказывать, какие есть проблемы в Камраде. Так, мы сейчас находимся по улице Ленина, перекресток Федько-Ленина. Просто я проезжаю часто по этим улицам, и меня постоянно вот это вот раздражает, то, что делаются работы вообще некачественно, лишь бы, тяп-ляп. У меня создаётся ощущение, что человек, наверное, то же самое делает себе такие же дома ремонты, лишь бы, главное, как-то жить в нём. Не думаю, что так делают. Давайте возьмём вот сейчас вот эту улицу. Это у нас улица, если не ошибаюсь. Нет, я не помню, как улица называется. Ну, а? Гаврюляка, да? То есть, смотрите, эта дорога у нас получается республиканского значения. Неужели Примар не может сделать предписание Друму, Камрад, или кто там отвечает за вот эту республиканскую дорогу, чтобы их сделали как положено? Здесь не то, что машина проехает, здесь просто людей тротуара нет. Все идут по дороге. Посмотрите, какая здесь грязь, какие здесь дороги. Даже если эта дорога не относится к Камраду, и Камрад её не обязан делать, то Примар должен реагировать на вот эту грязь. Посмотрите, на вот это с правой стороны коллоидс, он уже сколько лет открытый, и торчат эти ветки. Посмотрите на эту грязь. Я вам сейчас увеличу, чтобы вы видели лучше. То есть, обратите внимание, какая грязь. Везде грязь. Это называется столица Гагаузи, город Камрад. Посмотрите на эту грязь. Это что такое вообще? Неужели у нас нету грейдера? Вот это вот всё немножко убрать, посыпать щебень. И вот эта вот за пугом грязь, она постоянно. Её просто всегда много, и никогда на неё никто не обращает внимания. Так, сейчас. Посмотрите на это, что здесь творится. Это у нас здесь было раньше наводнение. Недавно совсем. Никто здесь не подумал сделать дренаж, чтобы эта вода уходила, грязь. То есть, нам дают рожение на стройке, но никто не предусматривает, куда будет эта вода уходить при наводнении, при больших дождях. Так, вот сейчас я попробую заехать сюда, вот, где делали дренаж, не дренаж, а ну, как бы чистили канаву, да? Посмотрите здесь, какая грязь. Так, я даже здесь остановиться не могу, потому что с правой стороны очень большая грязь. Даже машина не тормозит. Так, давайте я вам покажу. Вот так вот. Посмотрите. Вот это, видите? Обратите внимание. Сейчас обойду, чтобы было ясно, что здесь происходит. Это вот дома, которые были потоплены, да? Обратите внимание, сколько земли оставили. Вот это вот вся земля, насыпь. Вот обратите внимание. Если будет сильный дождь, куда будет эта вода утекать? Просто обратите внимание. Это как надо думать, какими мозгами же вот эту землю оставлять здесь? Какой смысл, что они вырыли вот эту вот канаву? При сильном дожде, то есть, вот эти дома, они опять все утонут. Потому что в воде некуда будет уходить. Я не знаю вообще, кто за всем этим всем наблюдает, контролирует. Но, честно говоря, лично меня, как жильца города Камрад, вообще вот эта работа не устраивает, как ее выполняет Камрад. Сейчас мы поедем еще в два райончика. Я по пути вам покажу, что реально происходит в городе. то есть, у нас есть вообще примар, который контролирует эту всю грязь или нет. Я вообще, очень долго вообще не хотел эту тему затрагивать. Не, ну вот смотрите, даже вот грязь, посмотрите, это грязь. Грязь на обочинах. Просто реально грязь. Если выезжаешь со двора, то обязательно это грязь на дорогу. Блин, мы же живем в 21 веке, но можно же как-то это уже подходить. Мы, как говорится, не такие богатые, особенно гагаузская автономия, она не такая богатая. Но мы могли бы делать, пусть мало, но качественную работу. Неужели мы привыкли делать Лишбы и аплодировать всему, что нам делают Лишбы? Я не понимаю. Вот вы хотели бы жить в доме, который построен Лишбы? А? Посмотрите на этот левополк. Он весь как... Это как... Хуже, я не знаю, где так можно вообще относиться к своему городу. Смотрите, везде лужи, везде грязь. Сейчас вот мы подъезжаем к еще одной дороге. Республиканской, на которой, кстати, находится Друмул-Камрад. По улице этой. Обратите внимание. Посмотрите на эту дорогу. Посмотрите на эту дорогу. Это что здесь такое вообще? А? Здесь ямы, я вам передать не могу. Здесь фура, реально, с трудом проезжает. Фура. Не то, что я говорю про легковые машины. Сейчас я вам покажу. Вот прямо проеду и покажу вам. Это надо любить так свой город, чтобы так относиться к нему халатно. Вот эта дорога, республиканская, я не буду сейчас по ней подниматься, но поверьте мне, она в таком плохом состоянии, что, ну, по ней можешь ты ехать максимум 20 км в час. Понятно, что это гора, по ней ехать нельзя быстро, но просто мы сконстатируем факты, что реально в городе происходит. Я не хотел на празднике это говорить, но мне честно говоря, я не могу проехаться по городу и не вот все время не критиковать вот эту грязь. Не люблю я, ну, не нравится мне вот жить в таком, извините, в заворожении дерьме. Сейчас мы проедемся по улице Чкалова, поедем на улицу Победа. Как там выполнили дренаж? Кстати, обратите внимание на Якук. Посмотрите на него, какой он стал вообще безобразным. Посмотрите, везде горы какие-то непонятные, как вот везде, везде какая-то мусоросвалки, настоящие. Вот как они выполняют эти работы, я вообще не понимаю. Блин, на мосту мне нельзя сналиться, я вам покажу. Смотрите, вот опять такая же история. Мы критиковали Дудогло. Не видно, я понимаю, что здесь не видно. Вот мы критиковали Дудогло, что мол, вот при Дудогло делали вот эти насыпи, вот роет, видите, чистят речку и пуг. Опять эта земля остается на Виху. Опять она остается. То есть, в следующий раз, когда надо будет чистить, уже трактор вообще не сможет подъехать к этой речке, чтобы ее чистить. Надо сначала вывозить землю. Едем дальше. Это я вам все по пути. Я не то, что там вот придумываю, я специально показываю, я не любитель просто так критиковать власть. Ну, я люблю по делу говорить. так, если я сейчас поеду по улице Котовской, то, естественно, если я возьму направо сейчас, на улицу Котовской, там есть тоже нестыковка, которой я бы мог сделать замечание, но у меня нет возможности сейчас по всему городу ехать и показывать все проделанные работы при Марии Камрад. давайте мы проедем все по Котовской. Я вам покажу. Вот вот здесь, кстати, я повернул, как вы видели, вырыли и оставили эту яму. Едешь с этой машиной и не знаешь, куда свернуть. То ли навстречку выйти, то ли срезать угол, чтобы объехать эту яму. Так, увеличиваем, потому что при дальнем вы ничего не видите. И вот так везде в городе, везде, халатное отношение к своим должностным обязанностям. У всех, у всех. Вот вот здесь, а вот сделали дренаж. Сначала сделали дренаж по улице Чкалова, вот. Кстати, улица, я думаю, по этой улице сделали не просто так для кого-то, а здесь находится, вот смотрите, посмотрите вот эту грязь. Посмотрите. Посмотрите на эту грязь. Это нормально вот так вот оставить землю, вот так вот оставить грязь, то есть здесь я лично вот на машине своей тяжело еду, потому что здесь невозможно ехать быстрее. Посмотрите на эту грязь. Для кого вы здесь сделали, как думаете, канализацию? Вот я на джипе еду, мне тяжело ехать, поверьте. Вот моя скорость, я вам сейчас покажу. Вот, посмотрите, я еду еле-еле, потому что здесь невозможно проехать быстрее. На легковой машине просто здесь реально не проедешь. Вот, везде вот такая грязь. Это, я не понял, вот вы делаете канализацию, ну неужели нельзя было выровнять, выровнять вот это вот, убрать грязь, засыпать щебнем. Почему это, вот, я не знаю, вот люди, вы извините, может, вы как-то аплодируете, но вы сначала посмотрите, какую работу вам выполнили. за что они берут деньги и делают работу, ну как, я думаю, вот здесь люди, которые по этой улице живут, они не особо довольны, что им провели эту канализацию, после которой нельзя ездить и ходить. вот посмотрите, вот посмотрите на вот эту гору, это что такое, вот это что, это что, в центре города почти, да, посмотрите на вот это, с двух сторон, это, это выкопали, поверьте мне, не неделю, это уже почти месяц здесь такое, я молчал, я думаю, может, люди работают и делают свою работу, нет, вот как сделали, закончили, все, а теперь мы выезжаем на улицу Победа, обратите внимание, что здесь творится, то есть улица уменьшилась и здесь проехать реально очень тяжело, потому что вот с левой стороны, как вы видите, сделали кусочек канализации, вот смотрите, смотрите, ее сделали кусочек канализации и вот так вот оставили вот эту землю наверху, то есть дорога уменьшилась, ну, где-то на 50 сантиметров уменьшилась дорога, а может и даже на метр, и вот это все осталось, грязь, кстати, вот эта улица была в советское время самая элитная, самая чистая, сегодня эта улица не отличается ни от какой другой в Камраде, то есть она такая же стала грязная, и я не думаю, что здесь делают асфальт, не думаю, потому что вот как у нас СУ-канал выполняет работы, вот вырыли, где-то прорыв был, вырыли, так и оставили, грязь, и им вообще без разницы, проедет там машина, не проедет, всем все равно, понимаете, и вот так я могу взять любой в городе район, любой, и я найду, то есть недочеты, которые выполняет примария, или не выполняет, так что вот сегодня, извините, третье число, еще раз поздравляю всех с Новым Годом, не хотел на этой ноте начинать, но как, извините, если я так эмоционально немножко высказался, всех с Новым Годом, спасибо за внимание, всем хороших праздников, до свидания.